Отпраздновать Новый год и не набрать лишние килограммы реально утверждают эксперты. Речь вовсе не про ограничения. Диетологи отмечают расслабиться и позволить себе побольше вкусных угощений, включая салаты, заправленные майонезом, можно. Однако дать слабину в еде можно лишь в новогоднюю ночь. Второй и третий день января должны быть максимально разгрузочными. Первый фактор, я все-таки назову, это держать себя в руках. Это психологический фактор, никак не больше, не меньше. Так как переедание чреват осложнением на желудок, в первую очередь на развитие гастрита, язвенной болезни желудка. Есть понятие метаболического насыщения, вставать за стола нужно чуть-чуть голодным. И через 30 минут мы уже ощущаем, что мы наелись. Привычные праздничные блюда можно сделать диетическими. У каждого высококалорийного ингредиента есть маложирный аналог. Например, колбасу в салатах можно заменить отварным нежирным мясом. Вместо картофеля использовать авокадо. Тунец под шубой будет не менее вкусным. А вместо майонеза можно использовать соус песто. За основу десертов возьмите фрукты, а газированные напитки с красителями замените на натуральные соки. Еще одна важная рекомендация – не стоит чередовать переедание с изнуряющими тренировками. Сжигать все сразу не требуется. Это будет тяжело. Опять-таки мы можем увеличить темп физической нагрузки, либо увеличить время физической нагрузки. Но это не нужно делать прям усиленно, не сразу в два раза, но постепенно. Желательно, чтобы наши режимы питания, наши режимы питания, физические нагрузки, они были одинаковыми изо дня в день. Понятно, что с учетом праздничных дней у нас может быть нарушение и превышение наших пищевых привычек. Соответственно, вот такой интервальный тип питания, то ем, потом голодай, это не очень хорошо будет сказываться на состоянии наших пациентов, любого человека, даже тот, который не имеет никакого заболевания. Если, несмотря на все доводы, вы не можете представить себе праздничный стол без жирной отбивной или классического оливье, не спешите ставить крест на пути к здоровому питанию. Некоторые диетологи настаивают – еда бывает не только для пользы, но и для удовольствия. Просто разделяйте сложные блюда не только в разные приемы, но и даже дни.